Парки не Макдональдсы. Каждый должен быть уникальным. Как сделать их непохожими друг на друга, сегодня обсуждали в региональном правительстве. Своим опытом делились отечественные и зарубежные эксперты и с нашим корреспондентом Ольгой Гавриш тоже. Знаменитые арки в Сокольниках дань истории с вековыми корнями. Подобные стояли на майском просеке во времена императора Петра Алексеевича. Путешествовать во времени здесь можно просто гуляя по дорожкам и внимательно изучая маршрут. Центральный круг парка и отходящие от него лучи – ничто иное, как циферблат часов. Еще одну стрелку на них, большой розарий, архитектора воссоздают по архивным фотографиям. Основная вещь, которая сохранилась в этом месте исторической, это вот эти величественные хвойные растения. Таких аналогов очень мало в Москве на самом деле. Вот эти вот горные сосны, они представляют огромную ценность. Учиться на опыте соседей москвичей призвал губернатор области Андрей Воробьев, открывая семинар для руководителей парков. Всегда, когда мы говорим о развитии территории, мест отдыха, всегда такая реплика возникает. Ну а как же, у них столько денег, столько денег у них, поэтому у них все зеленое. У них столько денег, поэтому все крутится и светится еще, еще и светится. Я все-таки предлагаю все то же самое сделать с нашими ресурсами. До сих пор у нас получалось. О чем говорит губернатор, знают в Подольске. Главный архитектор городского парка – история. Она денег за работу не берет. Здесь время дореволюционное, соседствует с советским, переходит в послевоенное и продолжает идти. Такой ход оценили. Сквер стал одним из победителей первого областного конкурса парки Подмосковья. Грант направили на воссоздание ландшафта царской эпохи. Сегодня мы начали снять, и мы понимаем, что сегодня люди вернули. Вот эта фраза, которую мы часто иногда употребляем, то есть парк стал любимым местом отдыха подальчан. Она сегодня реальна. Так уже несколько десятилетий привлекают людей в европейские парки. Дэвид Гэдас на семинар прилетел из Англии делиться опытом. В большинстве парков во всем мире так и есть. Они сначала делают акцент на исторических моментах, а затем находят современные способы, чтобы оттенить или ярче показать историческую ценность парков. Парков не хуже европейских в области станет еще больше. К 2018 году появится 25 новых. Большинство на местах исторических. Природа и прошлое все эти слои заботливо сохранят, но приумножат их современными. От Wi-Fi до скейт-площадок, от свежих технологий до культурных концептов 21 века. Ольга Гавриш, Александр Алексеев, Новости Подмосковья.